Мы проводим серию онлайн встреч с писателями и сегодня у нас есть возможность всем вместе поговорить. У нас есть на связи Новосибирск, у нас есть Воронеж и у нас есть Пушкин. Давайте так, если у вас появляется вопрос, вы появляетесь в кадре и помашите нам рукой, и мы сразу поймем, что вопрос у вас есть. И тогда мы скажем, что да, можно уже спрашивать, чтобы не все одновременно. Тогда вы говорите, как вас зовут и какой у вас вопрос. Мы с вами сидим вот тут, вот так уютно, так хорошо, так замечательно и просто болтаем о том о сём. Если кто-то из вас начнет и задаст какой-то вопрос, то это будет здорово, самый смелый человек. И читатель с тому же. Я сегодня изучала вашу богатую биографию, список книг, которые вы написали. Я изучала так долго, что в конце концов у меня созрел главный вопрос. Как вам удалось написать столько книг? Я ведь пишу эти книги с 86-го года прошлого века, понимаете, за это время можно было столько книг написать. А на самом деле я пишу книги довольно медленно. На одну книгу у меня уходит где-то 2-3 года. Но получается, что все интересные книги это триллеры, если мы ждем, что будет дальше. Да, 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 в каком-то смысле да. Если вы не можете оторваться, читать, ну вот эту главу я еще прочитаю, а потом уже я пойду спать. Вот значит, это триллер. Даже если он... Если вы сочетались и уже... Да, 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 да. Это вот если переводить дословно с английского. И вы говорите, что вы пишете одновременно несколько книг. А как вам удается не запутаться в процессе и переключиться с одной на другой, если они очень разные? Я работаю над книгой, я полностью в нее погружена. Потому что для того, чтобы написать большую книгу, конечно, нельзя ее писать урывками. Нужно полностью погрузиться в обстановку. Но бывает так, что работа стопорится. Я не знаю, как быть дальше, что делать дальше. И вот когда я промучилась 1, 2, 3 дня, я не могу быть из этого кризиса, тогда я переключаюсь на что-то другое. Совершенно не похожее. Вот. И работаю дальше. Динозаврик ищет маму. Скажите, пожалуйста, а вот что вас подвигло написать эту грустную, добрую книжку? Знаете, мне иногда бывает трудно сказать, что явилось причиной написания той или иной книги. Иногда я помню, с чего это началось, а иногда нет. Ну, наверное, эта идея возникла тогда, когда я поняла, что все дети почему-то любят динозавров. Это необъяснимое совершенно явление, но все детки где-то 4, 5, 6 лет, они просто обожают динозавров. Это энциклопедия динозавров, всякие книги про динозавров. И вот вдруг мне подумалось, а вот что было бы, если бы динозаврик жил в наше время? Он бедненький, ведь был бы один, ему нужна была бы мама. И тогда родилось это путешествие современного динозаврика. Вот так, наверное, все и было. Тамара Шамилина, здравствуйте, вас приветствует город Пушкин. Очень приятно в город Пушкин. Вы невидимы, но вы прекрасны. Тамара Шамилина, у меня такой вопрос. Я заведующая библиотекой. У нас вот разные новостройки есть, да, вот я и славянки, и 645-й школы. Вот 2004 год, это вот год культуры, а вот следующий год, говорят, будет годом литературы. Планируете ли вы провести детские писатели, совершить кругосветное путешествие по России, хотя бы, чтобы была одна встреча, ну, хотя бы в каждой школе? В разные города писатели ездят довольно часто. Я сама очень часто выезжаю в разные города и даже уже стала подумывать, а не слишком ли много я путешествую, я редко бываю дома. Вот поэтому мы с радостью откликаемся на всякие инициативы. И почему бы нет? Если, в общем-то, это нужно, значит, тогда писатели будут ездить по разным городам. Есть любимая книжка у Тамары Шамилиевны. Да, да. Я очень люблю книгу Михаэля Энде «Бесконечная книга» и очень-очень советую вам прочитать. Это изумительная книга, которую я время от времени открываю на любой странице и с удовольствием читаю. Тамара Шамилиевна, вы у нас в Воронеже были несколько лет назад, и я на встрече была с вами в городском дворце культуры, это прокомпировала. И вы нам оставили автограф вот в такой книжке «Ровных полночь по картонным часам». И вы написали, что хоть чудеса случаются в жизни. И просто как пожелание, ну, как к нам было такое пожелание, нашим читателям. Чудеса в нашей библиотеке случились, нам взяли очень шикарный шариконс, у нас появились новые книги, и вам большое спасибо за такое. Спасибо за то, что помогли мне почувствовать себя немножко-немножко волшебницей, значит, мне надо почаще всякие хорошие пожелания людям делать. По каким книгам сняты фильмы? Фильм снят по книге «Потапов к доске», он так и называется «Потапов к доске». Еще один фильм по книге «Костя Плюсника», он называется «Костяника. Время лета». Это мой самый любимый фильм, вот его я люблю больше всего. И сейчас сняли третий фильм по повести ведьма, он будет называться «Тихая». И я не возражаю, потому что он не совсем по повести, он по мотивам повести, и, может быть, он мне совсем не так близок, как вот «Костяника». Если вы придете ко мне на сайт, там есть такая кнопочка написана «Подписка». Вот тот, кто подпишется на рассылку, тому на почту где-то примерно раз в неделю будет приходить новая глава новой книги, которой нет нигде, которая еще даже не закончена, которую я только-только пишу. Вы будете первыми читателями, и главное, что получить ее можно только так. Ее не найдете ни в интернете, ни на сайте, нигде. Так что у нас будет закрытый клуб. А книга называется «Дневник кота Сапиенса», то есть «Дневник кота разумного». А какие-то зверюшки, вы их любите? У меня есть две зверюшки, две. Это кот Смарти, которого мы подобрали на улице шесть лет назад. И вторая кошка Синди, которую мы подобрали на улице четыре года назад. Вот такие два подобранные существа живут у нас. Теперь они довольные, сытые и очень нахальные. Я никогда не пишу о реально существующих. У меня всегда персонажи выдуманные. Вот так как-то случается. Ваня, то есть это настоящая фантазия? Да, это настоящая фантазия. Какое произведение самой Тамары Шамилевны любимое? Ой, миленькие мои, это же мои дети. Ну а как же можно кого-то из детей не любить? Поэтому всех я их люблю, они все очень разные. Поэтому, наверное, я люблю их по-разному, но не могу сказать, кто из них более любимый, кто из них менее любимый. Скажите, а вот в детстве, я уверена, что вы много читали. Да, я всегда много читала. В детстве что вы любили читать? Я не оригинальна. Когда мне было шесть лет, любимая книжка была «Волшебник изумрудного города». Ну а потом я читала много чего. Я очень любила «Сотника», очень любила «Носова», «Драгунского». Мне очень понравился «Джеффри Трис», «Фиалковый венец». Потом я перешла к Куперу, Майн Рейду, Дюма, Канан Дойлю. В общем, я читала, наверное, то, что читали и другие дети. Вот я сейчас слушаю, мне кажется, что всё это перечисление классики. Хотя, например, совсем недавно это была совершенно современная литература, потом опять вдруг стала классика. Я прочитала у вас на сайте, на форуме, что там люди обсуждают, что такое классика, и что, как это называется, и что это такое на самом деле. И в конце концов дискуссия была завершена фразой, что классика создаётся прямо сейчас. Вы согласны? Я полностью с этим согласна. На самом деле, вы сказали, это классика. Да, сейчас. А когда я была маленькой, Носов ещё был жив, он ещё не был классиком. Михалков не был классиком, Борту ещё не было классиком. Понимаете, они не были классиками, они были живыми авторами. Поэтому классика, она создаётся сейчас. И мы не знаем, что останется потом, что отселит время. Вот эти читатели, они нам помогут понять, что же останется после того, как мы уйдём. Вы можете рассказать, как появилась первая книга? Мне кажется, это в жизни писателя одно из самых значимых событий. Первая книга появилась трагически. Я не очень люблю вспоминать эти события, хотя мне постоянно приходится, мне постоянно об этом напоминают. Мы жили в Южном Йемене, когда там случились кровавые события, и было довольно страшно. Шла война. Вот с тех пор я знаю, что такое война. Я знаю, что хуже, чем война, не может быть ничего на свете. Ничего. Только война. Это худшее. Это было очень страшно. Мы сидели в посольстве, у нас не было убежища, и однажды к посольству подогнали три танка, и по нам били прямой наводкой. Мы так и не узнали, кто бил, потому что в враждующей группировке каждая кивала на других, говорили, вот видите, что они с вами делают? Они вас расстреливают, поддержите нас. Но нам-то было всё равно, кто нас обстреливает. Нам было страшно. Со многими случались истерики. А у меня сыну было 5 лет. И мне очень боязно было, как это отразится на его психике. И тогда я собрала всех детей. Всех. Увела их подальше от взрослых. И мы начали рассказывать сказки. То есть, вернее, я начала рассказывать сказки. Я просто придумывала что-нибудь из жизни. Про нас, про них. Мне нужно было говорить всё, что угодно, только чтобы отвлечь детей. Мы смеялись, как будто не рушили стены. И так, в общем-то, я их немножечко уберегла, наверное. А потом посол принял решение, что все женщины и дети должны уехать. Потому что было реально страшно. И вот тогда мне было боязно оставлять мужа. И я спросила у своего пятилетнего сына. Митя, вот ты видишь, что здесь не очень хорошо, правда? А дома всё хорошо. Я знаю, что ехать будет трудно. Но как ты думаешь, что мне нужно, поехать с тобой или остаться? И пятилетняя Кроха сказала, наверное, ты должна остаться. Вот когда мы его провожали, это было страшно. Потому что посольство стояло на берегу океана. Подогнали корабли, которые ближе всего были в акватории. Корабли стояли на горизонте, потому что причала не было. И они послали просто катера, которые подходили настолько близко, насколько можно к суше. И нужно было идти по грудь в воде, чтобы забраться на этот катер. А от посольства мы шли к катеру по песчаному пляжу. Подстроим ребяток в челме, которые стояли с автоматами наперевес. Они нас охраняли. Но ведь понимаете, когда ты стоишь под дулами автомата, это ни с чем не сравнимое чувство. Ты ведь не знаешь, что сработает у кого-то в голове. А ну как, заклинит. Вот мы прошли через строй автоматчиков. А потом муж посадил сына на плечи. И в последний момент он меня обнял. Сказал, мамочка, а ты можешь поехать со мной? Я сказала, могу, если ты так скажешь. У меня крепко-крепко обнял. Сказал, оставайся. И вот так поехал 5-летний человек. Вот здесь у него на штанишках. Я написала фломастером адрес. И телефон на всякий случай. И пока он не приехал в Россию, В общем-то, это было жуткое ожидание. Ужасное ожидание. А потом все стихло. То есть война-то всего длилась две недели с хвостиком. Но посол побоялся возвращать детей. И женщины, и дети жили в России. И мне нужно было писать письма. Писать письма 5-летнему человеку. А что можно написать 5-летнему человеку? Сказку? Так, я начала писать первую сказку. «Тайна людей с двойными лицами». Это были главы из книжки. Каждый раз, каждую неделю с дипломатической почты уходила глава книжки. А потом я узнала, что, оказывается, эту книжку ждут. И все соседи собираются и читают. И спрашивают, что пришла новая глава? Ну и вот так родилась книжка. То есть получается, что нужно быть очень хорошим писателем. И тогда это будет настоящая профессия. Да, и нужно много работать. Нужно много работать. Нужно, чтобы была не одна книга, не две книги. Нужно постоянно работать, постоянно расти. И, я думаю, постоянно учиться. И вот когда много книг, они издаются и переиздаются, когда они востребованы, вот тогда уже можно считать, что ты профессионал, потому что ты живешь на эти деньги. Ну, то есть как в любой профессии. Да, как в любой профессии. Если ты постоянно работаешь и достигаешь определенного хорошего уровня, и ты считаешься настоящим профессионалом? Разница только в том, что в другой профессии ты даже когда еще не достиг профессионализма, ты получаешь зарплату, а в писательстве, конечно, кто-то должен тебя немножечко поддерживать или ты должен еще где-то работать. То есть нужна какая-то дополнительная работа, дополнительный заработок, а помимо этого ты еще что-то пишешь. Как вы считаете, диапазон существует? Милая моя, я точно знаю, что существует. Понимаешь, вот поверь мне, я точно знаю. Во-первых, вот возьми ту книжку, которая ровно в полночь по картонным часам, которая подписана, попроси, чтобы тебе ее взрослые почитали. А во-вторых, вот кажется, как же он существует, когда и там Дед Мороз, и сям Дед Мороз, и везде Дед Мороз. Ну, понимаешь, с одной стороны, вроде бы как не может он быть везде одновременно, так? Но с другой стороны, он же хитрый старик, он же берет много-много помощников, поэтому ходит Дед Мороз и много его помощников. Но ты ведь никогда не знаешь, с кем ты встретилась, с Дед Морозом настоящим или с его помощником. Поэтому на самом деле каждый ребенок хотя бы раз в жизни видит настоящего Деда Мороза. Точно? Точно, да. Вот сейчас жди, на Новый год обязательно тебе ничего-нибудь подарят. У меня, конечно, пожелание только одно. Это чтобы дети читали. Вот. И я знаю, что сейчас очень много всяких интересных, современных авторов. Они появляются постоянно. То есть литература сейчас очень богатая, детская литература. Обычно, когда я приезжаю, вот если я приеду к вам в Воронеж, я непременно соберу всех библиотекарей и расскажу им о других авторах. Потому что, ну, меня вы хода бедна знаете, но есть так много книжек, которые очень нужно прочитать, которые доставят вам удовольствие и радость. Вот. И еще, конечно, вот меня тут спрашивали, а что бы вы пожелали, если бы вы встретили золотую рыбку? Я сказала, во-первых, я, конечно, пожелала бы, чтобы мои книжки были во всех библиотеках, потому что их всегда не хватает. Вот. Еще у меня такое пожелание, чтобы дети не болели, чтобы дети не болели такими жуткими заболеваниями, как рак. Потому что это неправильно, когда дети болеют. Это значит, что-то со взрослыми не в порядке. Вот. И вообще, чтобы все как можно чаще улыбались. Потому что, когда человек улыбается, когда он счастлив, он не может... То есть он всем готов нести радость. Он полон вот этого светлого чувства, теплоты, любви, доброты. Вот. И, наверное, все хотят как можно больше любви и доброты. Поэтому дарите любовь, дарите доброту. Чем больше вы будете дарить, тем больше ее будет в мире. Это так важно. Продолжение следует...